здравствуйте друзья в сегодняшнем уроке вы увидите у у у у у у Субтитры создавал DimaTorzok Прежде чем мы продолжим, посмотрите небольшую часть уроков, которые вы получите, если приобретете полный курс. Субтитры создавал DimaTorzok К каждому уроку, который будем публиковать на Ютубе, не потому, что мы этого хотим, а потому, что мы нуждаемся в вас. В вас, тех, кто уже покупал, покупает или будет покупать наши курсы. В вас, тех, кто оказывает нам поддержку, делая пожертвования, независимо от их размера, обращаемся к вам с искренним сердцем и открытой душой. Наше Ютуб-сообщество собрало, собирает и будет собирать людей, которые ценят знания, личностное развитие и поддержку друг друга. Мы невероятно благодарны каждому из вас за то, что вы здесь, за вашу активность, за каждый лайк и комментарий. Благодаря вам наш труд приобретает смысл и вместе мы создаем что-то по-настоящему ценное. Но в этот момент, как никогда раньше, нам нужна ваша поддержка. Чтобы мы могли продолжать делиться знаниями и создавать качественные материалы, мы полагаемся на вашу помощь. Так сложились обстоятельства, что в данный момент наши курсы могут быть приобретены только за пределами России. И Ютуб также учитывает только просмотры из других стран. Поэтому мы обращаемся к тем из вас, кто находится за пределами России, с просьбой поддержать нас небольшим пожертвованием, кто сколько может. Будь вы в Германии, Украине, Финляндии или где-либо в Европе или мире. Ваши пожертвования помогут нам продолжить вести канал, улучшать качество контента и создавать еще более полезные материалы для всех, кому они нужны. Вы можете поддержать нас, сделав пожертвования через PayPal или Револют. Вы также можете стать членами нашего Ютуб-канала или поддержать нас через кнопку Супер Тэнкс. Можете также стать участниками нашей страницы на Patreon, где мы выкладываем записи наших мастер-классов и вебинаров, а также размещаем курсы, которые уже доступны и будут добавляться в будущем. Все наши курсы мы загружаем на нашу страницу в Patreon, все ссылки находятся в описании под видео. Мы вкладываем много усилий и времени в создание курсов, чтобы развиваться вместе с вами, и покупка курсов станет значительным вкладом в продолжение нашей работы. Каждая ваша поддержка, покупка курса или пожертвования – это вклад в общее дело, которое мы строим вместе. Давайте не останемся равнодушными и поможем друг другу в это трудное время. Вместе мы сильны, и я верю, что мы сможем преодолеть любые преграды. Спасибо вам, что вы с нами на этом пути. Благодарим вас от всего сердца. Благодарим вас. Благодарим вас. Благодарим вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы сегодня рисуем зеленую зиму Дети чрезвычайно веселятся, когда слышат Когда я им рассказываю, что художник Это великий фокусник, маг Он может сам придумать любой какой-то свой рисунок Обыграть его и придумать и зеленую зиму Мы с ними рисуем и красную, и желтую Это чисто иллюстративный жанр И сегодня я взяла тоненький лист бумаги Для того, чтобы нам сделать наш овал У наше окошечко А как найти размер этого окошечка, сейчас я вам покажу Передо мной лист тонкой бумаги Я его складываю пополам Аккуратно Теперь мы складываем еще раз пополам Теперь мы делаем таким образом Вот эта длина у нас Она большая, длинная Мы от нее отходим в сторону примерно 2,5-3 см Поскольку у нас узоры будут с вами здесь яркие, большие Но давайте 3 см сделаем Чтобы окошко было чуть поменьше Но мне почему-то так хочется 2,5 см Давайте 2,5 см Сейчас я возьму карандашик Не такой мягкий, чтобы 2,5 см 2,5 см здесь у нас будет А здесь мы делаем ровно в 2 раза больше То есть здесь если мы возьмем 2, а здесь мы возьмем 4 4, наверное будет как раз 4 4 см Итак, нам нужно сделать здесь ровненькую линию Вот так И сделать красивый овал Красивый овал это не значит, что мы должны вот так пузато делать А вот сейчас покажу как Сначала мы делаем вот такой овал Ну от руки, как нам понравится Вот так Я вырезаю Если не понравится, я возьму и уменьшу Вот этот выступ И будет более плоский Но когда мы делаем овал, обязательно заканчиваем на вот так ровненько И здесь, и здесь Иначе у нас будет выемка Посмотрим, что у нас получилось Так Хороший овалчик такой Можно даже немножко его чуть-чуть вот здесь сгладить Плечика Выступ плеча сделать более сглаженным Так Посмотрим здесь Хороший овалчик Все Мы будем с этим овалом и работать Поэтому я сейчас возьму овалчик Прикладываю к нашему листу бумаги На ней мы будем рисовать композицию Значит Сверху, снизу Вот по этой части могу сказать Как делать отступ В декоративной композиции И в декоративном жанре Допускается абсолютно ровная позиция Вот среднего окошка Вот этого Срединного окошка А также вы можете снизу чуть-чуть увеличить Справа Вот сверху поднять Чтобы внизу было более На буквально 2 мм повыше Это придает такой убедительности А слева и справа мы должны одинаково Сделать Вот это вот Наш Наш окошко У нас будет четко разделение окошка На внутреннюю и внешнюю позицию Что еще я хочу сделать Краски долго сохнут Гуашь все-таки не так быстро сохнет Как хотелось бы Поэтому, дорогие друзья Сейчас я то же самое сделаю На своей картине На будущее Для того, чтобы нам начать Уже закрашивать эту работу Я убираю в сторонку Нашу будущую композицию Беру плотный лист бумаги То же самое я делаю здесь И сразу начну здесь рисовать Мне надо закрасить здесь небо и землю Я делаю все-таки приблизительно Потому что у меня то нет такой возможности Сейчас я не буду это прям уже здесь Черчеем заниматься Но все-таки снизу у меня Чуть-чуть больше расстояния Чем по бокам По бокам одинаковое Старалась вести А вот снизу побольше Чем сверху Так, завершили Так, вот У нас же овальчик есть Теперь мы овальчик делим таким образом Чтобы примерно одна треть Может одна половинка Вот так вот Одна четвертинка Будет наша линия горизонта Вот эта линия горизонта Теперь нам нужно нарисовать четкие крышки Для тех, у кого нет циркуля под рукой Вы можете взять крышечку И эту крышечку обвести Это будет наше солнышко Солнышко мы находим на одной трети Вот разделите на три части эту линию Отсюда до сюда И примерно вот здесь у нас будет солнышко Я его располагаю не посередине неба А чуть ниже Потому что солнце зимой стоит низко у горизонта Вот таким образом Солнышко у меня есть Ни деревья, ни травы Ничего здесь не должно быть Сейчас мы будем это раскрашивать Что нам нужно сделать? Нам нужно подобрать цвет солнца, неба, земли И закрасить вот эту всю остальную нашу часть картины После этого мы перейдем с вами К работе над композицией Итак, я беру листочки бумаги Тоненько для того, чтобы Подложить и не спачкать наш стол Чтобы он не сильно испачкался Ну вот таким образом Теперь я располагаю таким образом свой лист бумаги Чтобы вы видели моего помощника Нашу палитру Рядом с палитрой у меня по традиции Чуть влажная хлопчатобумажная тряпочка Без нее я никогда не работаю Даже если я работаю просто карандашом И теперь буду подбирать цвет Такая просьба к вам Очень часто Не в художественной гуаши А может у вас есть дети И там есть у вас краски Которые считаются не художественными Есть, а красочка как оранжевая Если у вас оранжевого цвета нет Тогда нам нужно его намешать Намешать краску для нашего солнышка У меня вот при оранжевый цвет есть Это краска темперная А если у вас ее нету То мы делаем оранжевый Берем желтый цвет немножко Вот так Чуть-чуть И теперь я не буду накладывать сюда красный А просто чуть-чуть добавлю По кончикам кисточки Мне не надо здесь Смешивать много Мне надо только сделать оранжевый цвет на солнышке И чуть-чуть добавить белого цвета Белый цвет он дает Плотность изображения А нам нужно, чтобы солнышко было очень плотное Так, чуть-чуть беру кончиком Добавляю И развожу Так, чтобы был оранжевый цвет Я пока персиковый Вот такой приблизительный цвет у меня вышел Много белого добавлять нельзя Иначе получится все равно такой теплый цвет И нам теперь нужно закрасить наше солнышко Можно покраснее его сделать Можно по другому оттенку дать Цветом все Солнышко мы нарисовали Теперь мы будем рисовать наше Подбирать цвет неба И цвет земли Поскольку солнышко еще у меня сохнет То мне надо подобрать цвет земли Итак, я беру белый цвет Вот так И добавляю сюда Синего оттенка Синий оттенок у нас Цвета земли Будет Голубая фица Вот эта темная синяя краска Совсем чуть-чуть ее добавим Перемешаем Мы будем делать таким образом Более темный оттенок у нас будет От нашего линии горизонта И туда более белесо Более темный оттенок Потом больше белого цвета добавляем Можно прям перемешивать На нашей На нашей картине Вот Желательно белую красочку Разбавить водичкой Чтобы она была чуть пожиже Иначе очень тяжело смешивать ее Вот сейчас я это сделаю Пожиже сделаю красочку Чтобы она была более Отсюда я так Светло-голубую Совсем светлым цветом сделаю Очень красиво получается Если вы еще используете Дополнительные акварельные краски В акварельных красках Есть очень красивый синий оттенок Такой цвет лазуревый Прежде чем мы продолжим урок Еще раз хотим поблагодарить каждого Кто приобрел наши курсы Или сделал пожертвования Вы можете продолжить поддерживать нас Через PayPal, Revolut и Patreon Вы также можете стать членами нашего YouTube канала Или поддержать нас Через кнопку SuperTanks Благодарим каждого из вас Где бы вы не находились в мире Нашей земли Вот Теперь мы делаем Наш цвет неба А теперь с цветом неба Мы сюда будем Немножко добавлять В первую очередь У нас здесь Ультра Ядовитая зелень Наша Потом наш Ультрамариновый цвет Что-то ты меня Ультрамариновый цвет И белый То есть у нас здесь три цвета Но поскольку мы будем их Вариантами Где-то больше синего Где-то больше зеленого У нас будет немножко цвет Разный А белый для плотности Добавляем Например я начинаю брать Такой вот цвет Более синий И постараюсь Очень четко Рисовать Этот цвет Пусть посветлее будет Чем Вот так И буду рисовать Таким образом Чтобы у меня Где-то больше синего Где-то больше зеленого Здесь больше зелени вышло У меня Здесь больше синего цвета Получается как бы Одной тональности Мы не увеличиваем Где-то цвет Мы не уменьшаем Тональность Стараемся одинаково Сделать Чтобы небо у нас было Равномерным С плавными Абсолютно хорошими Такими красивыми Переходиками Для всех Он будет смотреться Как будто вы Одинаково Все одинаковым цветом Сделали Когда человек Не видит Что здесь много Разных оттенков А сделано Как бы Единым цветом Это вот Самое высокое Искусство Гуашу Гуашу Это довольно сложно Сделать Потому что Гуаша В этом плане Она не такая Пластичная Как масло Маслом Сделать это Намного проще Так Видим Солнышко Наше Так Так здесь как-то меня наверх ушло мне как-то больше зелени хочется показать даже чем голубого неба тут замешивая его и отчерчиваем линию горизонта если вы зашли за линию туда или в эту сторону или за линию овала ничего страшного у нас же с вами будет с вами там кусты и деревья все это прикроется поэтому здесь ничего такого не будет если вы где-то что-то заедете теперь мы выбираем цвет нашего основного неба мы сюда добавим с вами черный цвет черный цвет синим фц и с белилами надо его много набрать так как у нас здесь сверху большое количество вот наш плотный такой цвет должен быть можно зеленым и даже с остатками перемешать вот его перемешиваю и теперь буду заполнять целиком как можно быстрее если долго рисовать гуашью то получается белые разводы я здесь постараюсь сделать по весу такая плотность существенно очень обрамление нашего окошка так Продолжение следует... Продолжение следует... После того, когда высохнет, мы продолжим рисовать красками. А сейчас мы нарисуем с вами при помощи карандаша нашу композицию. Итак, у нас с вами здесь находится солнышко. Сначала мы находим линию горизонта. Раз. Потом ставим солнышко на 1 третье. И вот в таком виде у нас была эта работа. Теперь находим композицию. Во-первых, мы ставим на солнышко такую высокую, самую высокую точку. Не по центру, а вот так рядышком. Это будет наша елка. Рядом, ниже, но заходящая на солнышко, будет еще одна елка. Третья елка будет между ними заканчиваться. Вот так. То есть она по высоте будет ровно между ними. Это те елки, на которых держится все. Дальше елка будет идти чуть ниже на сантиметр. Это примерно вот так вот елочка будет идти. Вот это основные наши елочки. Остальные маленькие елочки. И мы их рисуем. Смотрите, как мы будем взять елку. Мы ее рисуем, рисуем, рисуем. Доходим до нашего солнышка. Делаем веточки такие голенькие. И там еще елочку дорисовываем дальше до низа. Эта елочка более такая одетая у нас будет. Но тоже может где-то быть и раздетая. Значит, елочка эта будет более пушистенькая. Все они по тональности будут разные. Вот так. А здесь у нас будут кустарники. Кустарник здесь, по низу кустарник. Так, фрагментальный кустарник. И базовые два дерева. Это у нас березы. Береза у нас первая будет находиться вот здесь. Вот она вот здесь будет расти. Вот мы ее покажем вот таким флером. Оденем ее. Здесь вторая береза будет расти. Поменьше рост размером. И также мы ее вот так вот нарядим. Они могут расти на одной величине. Здесь мы нарисуем ветки большие, которые прижаты снегом. А по небу у нас будут при помощи нашей чудесной плоской кисточки мы нарисуем легкие облака для поддержки нашего композиции. Композиция не сложная. А теперь я покажу, в какой последовательности мы будем рисовать наши снежные узоры. Рисовать мы будем начинать вот отсюда. Я вам объясню. Вот у нас плоская кисточка. Вот наша задача сделать ее таким образом. То есть у нас будет... Делим вот это расстояние пополам. Вот так примерно пополам. Так. И у нас будет вот таким образом нарисован снег. Снежные узоры. Все в одну точку будут идти. Теперь в обратную сторону. Вот так будет идти. В эту сторону. По волне идет снег. Значит, здесь рисуем в эту сторону. В эту сторону. В эту сторону. А нам вот эта серединная линия нужна для того, чтобы у нас приблизительно средняя линия была именно на серединке всего. Если мы здесь не состыкуем, ничего страшного. Стараемся держать вот эту линию посередине. Почему я вот так рисую? Потому что мы, когда будем ставить кисточку, то кисточку мы ставим параллельно вот этому овалу. Так, чтобы овал смотрелся, как в зимнем окне, мы будем дотрагиваться до самого овала кое-где. И как бы скрасим вот эту вот линию, чтобы она не торчала. Итак, сначала мы на цветной бумаге, вот наша композиция уже есть, потренируемся писать наш снег. Я, наверное, возьму на синем листочке бумаги и покажу, как это сделать. Более тонкой кисточкой и более толстой. Чтобы нам эта операция удалась, нам нужно размешать нашу белую краску, добавить туда воды, чтобы она была очень пластичная. У меня уже заканчивается баночка краска. Когда она очень легко мешается в одну сторону, в другую сторону, именно такая краска нужна. Потом мы ее кладем вот таким вот прямоугольничком, такой колбаской. Теперь берем кисточку, набираем нашу краску и тренируемся. Значит, если на кисточке быстро краска уходит, добавляем водичку. Итак, нам нужно повторить этот узор. Мы делаем... А, мы же отсюда начали. Давайте вот так отсюда и продолжим. Значит, я оставлю узор и веду вниз. Меньше, меньше, меньше. В другую сторону. В эту сторону. Задача, чтобы у вас... Здесь вот так мы линию сделаем, здесь, чтобы более такая морозность была. Поэтому не нужно много краски брать на кисточку, а полусухой. Но в то же время где-то нужно и побольше взять краски. То есть она как бы так мерцает. Вот я вымываю эту кисточку, беру большую кисточку, вот эту, у меня 20 номер, набираю красочку, чуть пожиже, почему бы, потому что у меня сухая кисточка, надо, чтобы она вся-вся промочилась. Но в то же время водой рисовать тоже не очень хорошо, поэтому я размешиваю достаточно такой вот консистенции. и теперь рисую. Если вы наведете зубную пасту, то таким вот образом вы можете на окнах очень красиво нарисовать такой зимний узор. Я вот так продолжу. Посмотрите, как интересно. Как интересно получается. Дело в том, что более мелкая подходит для нашей окантовки. Это более крупная. Это для более крупной окантовки. Поэтому я оставлю себе маленькую кисточку. А теперь беру бумагу, на которую буду рисовать наши елки. Итак, наша работа высохла. Она немножко неоднородная. Не обращайте внимания на это. А теперь давайте продолжим с уроком курса. Теперь мы будем рисовать наши елки. Для елок нам надо сначала взять тоненькую кисточку. Для того, чтобы нам этой кисточкой можно было нарисовать тоненькие наши стволы. Потом возьмем кисточку побольше. Кисточку номер 3. Мы елки можем нарисовать и этой кисточкой, и этой. Ну, давайте попробуем первую елку дорисовать. И дадим темно-зеленый цвет. Вот этот темно-зеленый цвет нам нужен. Потом нам обязательно нужно присутствие зеленого вот этого цвета. Потом нам обязательно нужно присутствие белой краски и ультрамарин. Вот ультрамарин. Так. Все здесь у меня есть. Вот. И я начинаю. Беру пожиже красочку. Тоненькую кисточку, чтобы было очень-очень легонечко видно. Так. Теперь беру и провожу нашу линию нашей елки. Вот так. Раз. Следующий у нас затрагивает сюда. В стороне ровно посредине. По бокам, сбоку, пониже, чем это. Это наши основные елочки. Теперь я беру с двумя красками, смешиваю. И постепенно елочки издалека я начинаю их рисовать. Где-то больше зелени, где-то больше темно-синевы. Все елки, они должны немножко отличаться. Снег мы с вами потом нарисуем. На елках. Такая елочка тоже же бывает. Поэтому мы их будем рисовать. Вот в таком виде. Вот наша первая елка. Вторая елка я сделаю более синюю. Более темную. Вторая елка. А здесь я сделаю сине-зеленую елку. Вот эту. И, может быть, даже вообще в конце одну синюю добавлю. И вообще, это митромариновый цвет. Снег. Вот такая елка большая. А здесь я сделаю, наоборот, такую елочку очень шестенькую. Такую светло-сереную елку. Возьму два цвета. Зеленый, светлый, темный и стеклый. Елочку. Вот это наши елочки. Они все у нас здесь растут. Теперь нам нужно сделать наши кустарники. В кустарники мы добавляем темно-синего цвета. Это наша голубая фацетка. И начинаем брать. Берем белила. Так, сейчас забелила. Белила. И начинаю рисовать наши кустики. Надеемся, что вам понравился урок до этого момента. Вы можете приобрести весь курс, частью которого является сегодняшний урок по ссылке в описании. Мы уверены, что вам понравятся все наши уроки, как в этом курсе, так и в остальных. Спасибо всем, кто решит их приобрести. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо, что досмотрели до конца. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok